Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Черный вторник случился. Что дальше? Как доллар повлияет на недвижимость, продукты и туризм в России? Миллиарды греют. Как в Барнауле готовятся к отопительному сезону? И как изменят движение в городе из-за ремонта на теплосетях? Мы скоро будем с тобой. Ой-ой-ой. Скоро к Малахову поедем. Андрей и Люся Луневы. Чем блогеры и стопчихи покорили свою многочисленную армию фанатов? Спустя несколько дней после скачка курса рубль окреп. На сегодняшний день доллар стоит не 101 рубль, а 96 по ставке Центробанка. Причем границу в 100 рублей многие эксперты называют психологической и считают, что твердых финансовых составляющих, которые бы влияли на курс, нет. Вопрос, кому нужен доллар в стране, звучит все чаще, но чтобы россияне не думали об иностранной валюте, она прямым образом влияет на нашу жизнь. Насколько та подорожает, выясняли мои коллеги. Очередной черный вторник случился на этой неделе. 15 августа доллар стоил 101 рубль. И это впервые после начала СВО, когда доллар превысил 100-рублевую границу. К сегодняшнему дню национальная валюта немного отыграла до отметки 96. Такой сценарий был предсказуем, говорят эксперты. За полтора года экспорт сократился, импорт налажен, а рассчитываться за него нужно иностранной валютой. Предложение валюты на рынке сокращалось, а спрос на нее начал расти, потому что восстановились цепочки, мы начали покупать какие-то товары по параллельному импорту. Предприятия восстанавливали цепочки с другими через посредников. Спрос рос, предложение падало, началась девальвация. То есть постепенно рост курса доллара по отношению к рублю происходил на рынке за счет дисбаланса. В ответ Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. И это отразится на всем. В первую очередь сейчас переживают все, кто уже оформляет ипотеку или планирует ее брать. Ставка не молниеносно поднимается на ипотеку после объявления, что повышается ставка Центробанка. Есть время на завершение тех заявок, которые были поданы на ипотеку и на покупку тех квартир, которые планировались. На сегодняшний день есть понимание, что еще в ближайшие пару дней мы можем одобрить клиента по существующим актуальным ставкам, а уже через какое-то время будет повышение. Будет оно недолгим, уверена Марина, и объясняет, что за счет рефинансирования жители смогут уменьшить сумму кредита. Экономист считает, что это приведет к снижению покупательской способности, но стоимость квартир снизится вряд ли, максимум перестанет расти. Ощутимыми станут ценники на ряд товаров с более коротким жизненным циклом. Продукты могут подорожать на 8-10 процентов. Бензин, нефть, но у нас существуют инструменты сглаживания, то есть сейчас повышается объем предложения на внутреннем рынке на топливо, для того, чтобы сдержать рост бензина. Ну а как любой транспорт, он переложится тоже в товар в цену, но позже импорт, бытовая техника, все, что мы покупаем из-за границы, не производим здесь. Компьютеры, телефоны, это быстрее всего будет дорожать. А сфера туризма пребывала в шоке пару дней. Сейчас привыкает к новым условиям. Пару недель назад рассматривали отдых в Паттайе с вылетом из Барнаула. Стоимость путевки была порядка 183 тысяч рублей на двоих. Буквально после резкого скачка туристы позвонили, уточнили, насколько изменилась стоимость путевки. И мы с удивлением обнаружили, что цена уменьшилась до 170 тысяч. По мнению Натальи, россияне уже привыкли к постоянным изменениям. Отдых стал дороже, летят за ним в Азию, а не Европу, открывая новые направления типа Ирана и Бахрейна. Привычка времени – оплачивать путевку сразу, зафиксировав курс, и не ждать лучших времен. В ближайшее время, считают эксперты, рубль резко не окрепнет, ведь для этого нужен большой комплекс решений. Анастасия Драган, Андрей Печеркин, День с толком. Схему движения транспорта изменят в центре Барнаула из-за ремонта на теплосетях. В городе проходит масштабная подготовка к отопительному сезону. Уже начались работы по реконструкции магистральной теплосети по улице Брестская и проспекту Ленина. Как и когда поменяется схема движения на этом участке дороги и в чем важность таких работ для города, расскажем далее. Отопительный сезон в Барнауле не за горами. Особого внимания требует магистральное пересечение улицы Брестской и проспекта Ленина. Сейчас здесь ремонтируется порядка 300 метров теплосети. В этом году на объекты степлосетевого хозяйства Барнаула направили рекордную сумму – более 3 миллиардов рублей. Объем работ значительный, подчеркивают в мэрии. Поэтому без перекрытий не обойтись. Перекрывать проспект Ленина в районе Брестской планируют дважды и в выходные дни. По нечетной стороне проспекта движение будет закрыто с 9 вечера пятницы 18 августа до утра 21 августа, а почетной – с 9 вечера 25 по утра 28 августа. Барнаульцев просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Ну, потерпеть нашим барнаульцам, правда, работ много, перекрываем много, но это необходимо сделать. Потому что, еще раз повторюсь, и миллиарды, это более 3 миллиардов денежных средств нам надо освоить. Нам надо подготовить с вами город к отопительному сезону, нам надо сделать все ремонтные работы в рамках наших программ. От надежной работы теплосети по проспекту Ленина зависит теплоснабжение порядка 30 домов. На этом участке за последние 3 года было 7 аварийных повреждений. Это, наверное, один из важных объектов – это центр города, пересечения улицы Брестской и проспекта Ленина. Здесь у нас ремонтируется порядка 300 метров магистральной тепловой сети. И от этой сети у нас тепло получает более 30 жилых домов – это около 2000 жителей, школа и 6 административных зданий. Микрорайону это поможет сохранить стабильное и надежное теплоснабжение в осенне-зимний период. Сейчас на участке работают две бригады по 6 человек и 3 единицы техники. Мы здесь полностью меняем железобетон и верхний, и нижний. То есть, по большому счету, это новое строительство. Эти работы принесут определенные неудобства Барнаутсу. Мы приносим свои извинения, но эти работы необходимы для того, чтобы, не дай бог, повреждения какое-то не поймать в отрицательной температуре. На период работ временно изменится и схема движения общественного транспорта. С 18 по 21 августа автобусы будут двигаться в сторону площади Баварина, через площадь Октября, улицу Советская, проспект Комсомольский и Молодежную. С 25 по 28 августа в сторону площади Октября, по проспекту Ленина, через Молодежную, проспект Комсомольский, улицу Советская. По окончании ремонта автобусы пойдут по привычным маршрутам. Мария Мацаева, День с толком. В Алтайском крае планируют привить от гриппа более 1 миллиона человек, а именно 1 миллион и почти 400 тысяч жителей. Таким образом, иммунная прослойка должна составить 60%. Минздрав края сообщает, что на данный момент в регион поступила первая партия вакцины Совигрипп – 290 тысяч доз. Традиционно у колодца предлагают людям, которые находятся в зоне риска, часто болеющим простудами, медработникам, педагогам, школьникам. Прививочная кампания стартовала 14 августа и продлится она до 1 ноября. Каждый второй россиянин считает себя зависимым от гаджетов и интернета и время от времени устраивает себе цифровой детокс. Портал Суперджоп провел недавно подобный опрос. Причем, чем младше респонденты, тем чаще они оказываются зависимы. Действительно ли проблема настолько актуальна? Как обстоят дела с повышенным интересом к развлечениям на просторах сети в Алтайском крае? Можно ли избежать зависимости и кому игры в сети даже полезны? Об этом расскажет Данил Кузнецов. 45% людей в стране зависимы от гаджетов и интернета. Статистика неутешительно растет из года в год на пару процентов. Исключением не стал и Алтайский край. Здесь, по словам врачей, основная проблема в играх, из-за которых все больше людей подсаживаются на цифровую иглу. Ежедневно один-два звонка бывает конкретно по лечению игровой зависимости. Чаще всего обращаются, конечно, родственники к нам. Почему? Потому что сам человек, он не всегда понимает серьезность своей проблемы. Особенно это касается детей. Ребенок сам может не заметить, как стал проводить в гаджетах в разы больше времени. Тем более сейчас многие родители предпочитают закрывать на это глаза. В угоду спокойному времяпрепровождению без детских криков. Подросток, по данным медиков, обращается к играм в основном из-за скуки, чтобы выиграть и получить легкие гормоны радости. И только позже начинает отказываться от еды из-за возбужденного состояния. Остальные последствия не заставят себя ждать. Ребенок может стать каким? Раздражительным, гневливым. Все, что угодно. Все, что отклонение от нормы, какие-то депрессивные состояния. То есть нарушение психоэмоционального фона. И данные нарушения могут, в принципе, в дальнейшем повлечь нарушение работы всего организма. При этом медики заверяют, зависимости можно избежать. Правда, взрослым нужно приложить усилия. И все свободное время ребенка занять интересными ему реальными активностями. А также минимизировать возможность играть. Максимум до двух часов в день. Кстати, оказывается, среди взрослых зависимых меньше. Лишь из-за плотного распорядка дня. Поэтому, как бы ни казалось странным, для них игры могут быть даже полезны. Ну, я отключаюсь, условно, от внешнего мира. Забываю вот эти все заботы обычного дня. Я просто где-то на игре фокусируюсь. И все, у меня в голове, кроме игры, ничего нет. То есть отдых такой, в такого морального плана. Однако перебарщивать не стоит. И всегда полезно устроить так называемый день детокса. Желательно на природе. Вот заскочили поиграть. Завтра обратно домой уезжаем. И уже собираемся на рыбалку уехать, порыбачить на природе. То есть это спокойно. Здесь нет такого, что Wi-Fi обязательно должен быть с собой. Зависимость у взрослых имеет другие причины. В основном, нереализованность в жизни. В игре это в разы проще сделать благодаря улучшению персонажа. Разработчики это знают и невзначайно вязывают услуги по ускоренной прокачке с помощью реальных денег. Все, что было, я заложил в ломбард. Свой компьютер, ее ноутбук. Ну, все, все, все. То есть и с девушкой они расстались со своей. И долги были, которые родители выплачивали. Долги большие. Когда он где-то через месяц приехал и сказал, я устроился на хорошую работу в Новосибирске. Эта история закончилась хэппи-эндом. Однако прежде пациент прошел курс длиной в год. Принимал лекарства для нормализации эмоционального фона, подобно алкоголику или наркоману. Вплотную с ним взаимодействовали и психологи. Как сообщили нам специалисты, на данный момент проблема игровой зависимости в крае изучена не слишком хорошо. Ведь и редко, когда дело доходит дальше звонков о помощи. Тем не менее, если вы понимаете, что близкий человек нуждается в помощи, лучше проконсультироваться с врачами линии доверия. Ее номер телефона сейчас на ваших экранах. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Парню из Алтайского края собрали почти 4 миллиона рублей на борьбу с онкологией. У Никиты Звягинцева рак крови. Сейчас у нашего земляка есть реальная возможность победить болезнь. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Взяли пункцию и озвучили нам диагноз. Рак крови или коз. Врачи сразу сказали, что шансов нет. 9 лет борьбы со страшной болезнью. В 21 год Никита пережил многое. Две пересадки костного мозга, отказ рук и ноги во время химиотерапии. Несколько рецидивов. Последний рецидив случился пару недель назад. Парень лечился и дома, и в Санкт-Петербурге безуспешно. Сейчас Никите могут помочь только в Белоруссии. Для нас это последний шанс на выздоровление Никиты. И у нас этот шанс есть. Он реален, этот шанс, чтобы полностью излечиться и быть здоровым. В Минске Никиту уже ждут. Вот только лечение обойдется в 4 миллиона рублей. Светлана и ее сын живут вдвоем. Семья была вынуждена обратиться за помощью. В короткий срок удалось собрать крупную сумму. Но она не окончательная. Никите может понадобиться еще около миллиона. Так что сбор не закрыт. Каждый день поступают суммы. Каждый рубль дает надежду. Видно, что помогают самые обычные люди. Когда смотришь на сумму, что люди, которые помогают, что она набирается, естественно, есть ощущения и чувства, плюс поддержка, что вот так вот, что сейчас полетим, пройду лечение и все. Никита окончил 9 классов. Два раза поступал в колледж, но из-за рецидивов так и не смог отучиться. Когда у него была ремиссия, он чувствовал себя хорошо. Он подрабатывал, расклеивал листовки, работал с дядей на строительстве, помогал что-то поднести. Он хотел работать, он хотел работать, он хотел жить. И он стремится к этому. И все же Никита будет поступать в Алтайскую академию гостеприимства, чтобы стать поваром-кондитером. Но сначала нужно победить болезнь. Через месяц парню исполнится 22 года. Очередной день рождения он проведет в больнице. Очень хочется надеяться, что все остальные праздники он будет встречать в кругу своей семьи. Хочется жить полноценной и здоровой жизнью. То есть учиться, работать, заводить семью. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Их слушают и смотрят жители самых отдаленных уголков страны. Речь идет о популярных блогерах Алтайского края, супругах Луневых. Уже на протяжении трех лет они снимают видеоролики о деревенской жизни, публикуют их в социальных сетях и набирают миллионы просмотров. Наша съемочная группа узнала, чем они покорили многотысячную армию поклонников и в чем секрет их успеха. К нам едут журналисты. Еще один сюжет. Так что мы скоро будем с тобой... Ой-ой-ой. Скоро к Малахову поедем. Сегодня супруги Луневы с телефоном последнего поколения на «ты». Такие фишки знают на стройках, что молодежи и не снилось. А ведь еще три года назад не знали, что такое смартфон. Кнопочный телефон – вот с чем располагали. Но даже так умудрялись снимать контент, который набирал сотни тысяч просмотров. Первое видео выстрелило. Был 45 или 46 градусов мороза. Я поехал в Барнаул, и люди грузились в свеклу зимой в поле. И тут какая-то была, по-моему, то ли заварушка, то ли что в Казахстане. Может, я ошибусь, но какие-то митинги были. Ну, я встал, снял этот. Говорю, вот этим людям некогда ходить на митинги, им работать надо. Мороз 45 градусов был. И по нашим подписчикам было 23 тысячи просмотров? 25 тысяч было просмотров прям за сутки. И с тех пор понеслось. Только в ТикТоке Луневых смотрели полтора миллиона подписчиков. Видеоконтент с домашними рецептами и деревенскими хлопотами в одночасье покорил всю страну. Пойду Люсю проверю. В теплице работает. Жарень капец, не знаю, как она там бедная. Колонка у ней как сюда. Ой, тут джунгли зовут, Люся. Ой, жарень, сейчас работать надо. Вопрос. Куда вы столько жрете? Сало, я имею в виду. Клиент привез. У него надо спросить? Куда вы столько жрете? На самом деле серьезный вопрос, потому что человек работает в поле. В сумке за уборку она у него помаленьку разойдется. И хобби, и работа. Ролики принесли славу и первую зарплату. 30 тысяч рублей. Блогеры села Макарьевка Топчихинского района осуществили свою мечту, которую вынашивали 15 лет. Мы собирались весной в Питер ехать, лет 15 собирались. Мы просто вложили эти деньги в сумму, которую отложили на Питер. И вот я в марте получил, прямо в начале марта выплату эту. А в конце марта мы купили билеты. Да, кстати, она налогом уже все, как можно официально показывать. То есть это, она налог уже сняли с нее. С популярностью пришли и хейтеры, на которых уже не обращают внимания. И поклонники с поклонницами. Подписчики засматриваются на талантливых блогеров. Муж и жена не успевают отбиваться от повышенного внимания. Тетечки пишут в разного же возраста. И молодые, и постаршные. Пишут, у вас там таких еще мужиков нет в деревне. Мы говорим, нет, нету таких мужиков. Таких мужиков надо было в 20 лет брать, когда еще мы молодые были. И жить с ними на протяжении 30 лет. Она сторожевой охранник, он пожарный военной части. Эти сутки работают, трое дома. Трудятся по хозяйству, снимают видео и зарабатывают на нем. За один пост им предлагают не меньше 4-5 тысяч рублей. Получается приличная прибавка к основной зарплате. Кто-то попрыгал перед камерой. Да, это все не так-то все. Просто, кажется, выходных не бывает. Если какие-то куда-то уезжаешь, в резерв обязательно 5-7-10 видео. Обязательно должно быть. Почти 90 тысяч подписчиков на ютюбе и около 20 тысяч в телеграме. Сегодня Андрей и Люся Луневы, именно так называют подписчики своих героев, продолжают развиваться в социальных сетях. И призывают земляков. Главное, говорит Андрей, не грузить зрителей своими проблемами. А непринужденными и честными разговорами отвлекать от трудностей жизни. И для людей хорошо, и для блогеров открываются новые горизонты. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...